Доброе утро, я не организатор, не участник, мы посмотрим, что из этого всего получится. Я на данный момент руководитель группы FrontTent компании HeadHunter, ну так получилось. У нас, сегодня я смотрю программу, очень много технических докладов про всякие там CSS, что-то про JavaScript, про HTML5, обычно я тоже читаю всякие такие жуткие технические доклады, у меня много было докладов про GS, мастер-классы, но сегодня мне захотелось даже не то, что доклад, может быть, даже поговорить с вами про стандарты и попробовать как-то в новом формате. Я думаю, что докладов, после которых надо будет записывать что-то, запоминать вам хватит на сегодня. Жалко, что мой доклад не последний, но тем не менее, посмотрим, что из этого получится. Итак, веб-стандарты в большом проекте. Если начинать с самого начала... Оно, конечно же, не работает, да? Здесь работает как-то. Не, как-то не, как-то не, как-то. Многие из вас хотели на свой сайт повесить, ну, вешали, конечно же. Я думаю, что вряд ли нужно рассказывать, что такое именно стандарты в этой аудитории, да? Но давайте представим такую ситуацию. Вы вставите сайт, вам оно очень жутко нравится, как-то вот так вот все совпало, отличный дизайнер, хороший макет. Очень, очень вам нравится код, который получается. И вы прямо с большим удовольствием понимаете, что повесите один из этих значков, скорее всего, тот, который справа на свой сайт, добавьте под поле, и все будет замечательно. Ну, вот тут приходит к вам человек, который, собственно, вам заказывался, и говорит, ну, не то, чтобы он там великий технический специалист, ну, в ресурсе он может посмотреть. Приходит к вам, он говорит, а вот вы как... Он говорит вам, ты как думаешь, сайт Яру? Ладно, вы вставили, такие ребята, нормально, они соображают, что они делают? Ну, скорее всего, да. Ну, я вас даже могу заверить, я с ними общался, ребята знают, что они делают. И он говорит, давай, ну, давай посмотрим, что там я увидел внутри. Вот такой вот интересный код. То есть, если посмотреть чуть-чуть поближе, тот тайп, HTML, да еще и transitional. Не самое страшное. Ну, вот вся разметка, то есть, все стилистическое кормление, я даже неудачные, по-моему, эти самые атрибуты выделил, там вообще написано, hate1, сделано прям в клейм HTML, без всяких выносов, все в одном файле, атрибутами, и он говорит, да вот, что, вроде образец Рунета, и один из образцов Рунета сделал вот так, а ты мне говоришь, что ты великий специалист, у тебя вообще все по-другому в этом самом коде. И в конце вашего разговора он решает вас вообще добить, сказать, а вот если я на сайте строго поменяю на ПЭТО, ничего же не поменяется. То есть, браузер как показывал уже, так и будет показывать, зачем ты мне, зачем ты заставляешь моим клиентам грузить больше кода? Давай-ка меняй. И на все это еще добавляет, что по-моему, он говорит, что вообще сам лучший редактор браузер, если он показывает, ну и все, и успокоит. Вы для пользователей делаете, а не для себя. И, собственно, возникает вопрос, о чем мы тогда все здесь собрались, зачем все это нужно? Мой второй доклад будет, вернее, второй часть доклада будет именно про большие проекты, и основная мысль, что стандарт – это инструмент. И если это инструмент, то он должен приносить пользу какую-то. Если вам пользу не приносит, то всего этого смысла нет. Пользу он должен приносить, во-первых, вам, а во-вторых, он должен приносить пользу заказчику. То есть, когда приходит человек, который отсчитывает вам деньги, вам нужно ему, если вы что-то хотите ему продать, вам нужно это ему продать. Итак, что ж, например, один из минифитов, который нужен вам. Это не моя фраза, это я услышал у Литалия Харисова, одного из, наверное, даже главного верстальщика в Яндексе. Какая нужна польза вам? Вам нужен браузер, который позволяет вам верстать больше сайтов за меньшее время и, самое главное, с удовольствием. Если вы делаете работу с удовольствием, то вы делаете ее больше и лучше. Значит, получаете больше денег. Браузеры, к сожалению, с ошибками. Не то, что даже браузеры с ошибками, даже стандарты с ошибками бывают. Приезжал на какой-то из ритов Могилевский, по-моему, как он ближний, да? Да, да, да. Приезжал на один из конференций Рит Могилевский, и он прям показывал выдержки спецификации и говорил, что... Вот спецификация... Я точно не помню, но он показывал, что... Вот спецификация написана, что блок при таких-то CSX-свойствах должен вести себя так. А что будет, если у него там будет float? А что, если у него там будет shadow? А что, если у него сверху будет кто-то с position? А что, если он сам будет с position? А где-то, может, кто-то слушает? Меня кто-то не слышал, да? И как это все будет себя вести, на самом деле, в спецификации не описано. И при такой спецификации... Сами можете представить, что происходит при разработке самого браузера. А браузер разработает такие же люди, как и вы. Они должны совершать ошибки. И теперь представим, что вы сделали что-то, вы считаете, что это работает неправильно, вы считаете, что там есть баг, вы присылаете баг-репорт вот в таком виде. Вот будущим разработчикам браузера, вы бы что сказали мне о таком баг-репорте? Наверное, ничего хорошего. Вот, теперь, как же это продать заказчику? Очень редко бывают сайты, которые делаются... Ну, например, как сайт сегодняшнего мероприятия. Он один раз сделан, и вот, наверное, завтра про него все забудут. Если вам приходит... Ну, послезавтра. Если вам приходит заказчик, который, не знаю, продает трубу по всей России, заказывает вам сайт, 100% через 3 месяца он захочет туда поместить прайс, там еще через 3 месяца обратную связь с клиентами. И в этот момент хорошо бы ему сказать, что... Вот я сейчас трачу время на то, чтобы твой сайт был болиден, чтобы он был стандартен, там даже размещая какую-то семантику. Ну, да, я буду делать его дольше, но когда ты придешь в следующий раз с новой задачей, и тем более, если ты придешь не ко мне, то человек, который увидит макет, он даже, не заглядывая в код, увидит меню, и он будет ожидать, что там список. Он открывает код, и там действительно список. И чем больше вот таких вот нативно понятных вещей, которые распространяются между людьми, которые ставят сайты, тем дешевле и быстрее заказчику потом дается модернизация этого самого сайта. Но, все-таки, давайте вернемся. Вот это было сделано не зря, тем не менее. Что же происходит со стандартами, когда вы дорастаете до какого-то действительно большого сайта, но хотя бы не очень большого, как AdHunter, или большого, как Яндекс. Я, когда приехал только в Москву... А, камера не слышит? Хорошо, я когда только приехал в Москву, я туда претендовал очень на скромную должность евроскриптор-разработчика в компании Яндекс. И тоже очень сильно подоразился стандартами. И в Железе тоже есть стандарты. Может быть, многие из вас не знают, но там действительно есть стандарты. Вот это тот же самый дом, нулевой, первый, второй, по-моему, уже давно было не помню. Я получил тестовое задание. Ну ладно, здесь у меня слайдов правильно в порядке. Или не слайдов. Ну ладно, не важно. Я получил тестовое задание. И выполнил его в соответствии со всеми его стандартами. Я писал такой замечательный, по-моему, вгляд, код на две страницы. Все работало, все замечательно. Показывал, тогда мне сапсидовал, по-моему, Саша Ермолаев. Показывают этот код. Он у меня берет, его весь перечеркивает. И что вот так. Говорит, мне в общем все равно, что ты думаешь про стандарты, но работает везде и раз в сто быстрее, чем все, что ты написал. И поддерживать вообще. Я даже молодец, насколько легче. Что же все-таки стандарты для большого проекта? Для нас это означает системность. То есть, когда нужно что-то сделать на сайте, и в первую очередь думаешь, как это масштабировать, и как-то потом расширять, и как поддерживать другим людям. Если ты этого не делаешь, то большой сайт не живет. Вот это мы слайдем. Все-таки не напередут. Вот сайт HeadHunter. У нас сам ХХРУ, Джо Плист, скоро будет карьера. На одном HeadHunterе только вот уже под 100 страниц. То есть, страницы там будут достаточно сложные. Не знаю, может кто-нибудь встречался с нашим бизнесмобилдером. Вот еще 2002 года. Статей, которые там делают маркетинг, вообще ужасно. И до недавнего времени, вот до весны, это все поддерживало, прием старшек. Все-все-все, все-все, все-все, вот этого штука. Чтобы это поддерживалось легко, мы делаем раскладку на таблицах. Для вас это вообще должно быть уже нормально. То есть, мы разделяем задачи. Когда у нас есть задача сверстать текст, который должен располагаться в трех колонках, вот лично у меня просто в IDE написано. Три колонки. Он превращается в какой-то код. Вот этот вот шутка превращается в какой-то код. Но я точно знаю, что он всех поддерживаем нами браузера. Я вот сейчас добавлю в каждую колонку текст, и вот так и будет. Я добавлю туда текст, который будет менеджер. Добавлю текст, который будет, не знаю, работодатель или аппликант. Он всегда будет в этих трех колонках. Не будет ни сваливания, ни нарезания, ни пропадания контента. Всегда все будет хорошо. И вторая задача. Когда у нас дизайнер хочет поменять пакет, или там сетку на всем сайте, он приходит, я хочу, чтобы через месяц сетка была такая. Мы садимся все вместе и делаем код, который во всех браузерах позволит нам делать эту сетку и спать спокойно по ночам. Поэтому мы, честно говоря, когда дело доходит до подсчета производительности, денег и поддержки на всякие штуки, вроде как расплаты на дивах, мы забиваем. По крайней мере пока. Вообще, честно говоря, для меня вместо всяких круглых краев, тенюшек и прочей лабуды сделали бы на всякий случай, вернее, не на всякий случай, а сделали бы на грид нормальный браузера. Я бы сказал спасибо. Потом занимались украшательством. Ну или такой мелкий пример, если автокомплитов, его, по-моему, нет в стандарте. Как и Target Plan. Если кто-нибудь из моих устарщиков его не сделает, они же допишут JS, вот оторву руки сразу. В результате мы получаем такую штуку. У нас на сайте, на каткантере разрешено не следовать стандартам, если это выгодно экономически. Запрещено не следовать системе, потому что тогда ничего у тебя не получится. Вообще, все эти вопросы, которые я сегодня рассказал, я очень люблю задавать на собеседованиях, особенно про стронг-бэм. И для меня, на самом деле, когда приходит человек и говорит, что стандарты – это хорошо, это правильно, нужно делать только так, это является плюсом. То есть, начиная с этого момента, я проверяю его на адекватность. То есть, задаю все эти вопросы и смотрю на его реакцию. И, по крайней мере, у меня так было, у всех ребят, которые у меня сейчас работают, нормальный рост, это начал делать сайты. Как? Хоть что бы работало. Потом люди узнают про стандарты и понимают, как оно должно работать. Начинают делать по стандартам, но все равно продолжают мыслить еще страницами сайта. После этого должно перейти качественное решение, качественный скачок к сайту целиком. То есть, когда тебе приходит макет, ты должен требовать от дизайнера не макет страницы, а макет сразу всего сайта, а продумывать структуру всего сайта. И для того, чтобы это делать, нужна система. Самому сразу систему придумать сложно. Верстандарты – хорошая система. Она проверена. Начните с нее, если вы еще не начали. Если все начали, если вы уже знаете стандарты, если вы верстаете так, что после первого варидирования на V3C вы сразу можете поставить на свой сайт значок, значит, пришло время сделать шаг дальше. Вам пора делать свою систему, которая облегчит вам работу. И в этот момент, на самом деле, вот то, с чего мы начали с самого начала. На втором сайте, вы помните, два значка. В этот момент они становятся не столь критичными. Но вы уже знаете, почему они не критичны. И решение, что этих значков нет на вашем сайте, оно принято вами и осознанно. Не потому, что так получилось. На самом деле, у меня все. Я вам отвергал. А как вы относитесь к семантике, когда делаете свои сайты? Я вообще к семантике странно отношусь. Как бы так ответить? Все знают про площадь и универска, да? А на каждой конспириансе стоит? Нет, не все. Семантика на нашем сайте – это не разметка валидными тегами. То есть, на самом деле, если хатхантер вдруг превратится в одни дивы, то для меня это будет окей. Но если человек, который помечает… Вот у нас на хатхантере справа есть ссылка для работодателей. Она помечена, она объединена красным. Если человек, кто-то из верстальщиков, для того, чтобы пометить ее красным, даст ей класс ред, то это будет очень плохо. Если он даст ему и логическое название, и это логическое название придаст ей, ну, css-ом как-то визуализирует, то вот в этом месте, я думаю, что семантика – это правильное название классов элементов на данном уровне. А почему нельзя РЭД указать? Что лучше там? А если он станет потом не красный, а оранжевый? На самом деле РЭД. Вот я расскажу сейчас, что у Коля развернуто. Мы были на семинаре в одной большой организации, кстати, с Вадимом, и там люди восприняли вот идею блочной верстки, когда у тебя есть элемент, ты его как называешь, ну, допустим, на Яндексе это элемент B-юзер, которая там первая буква красная, они его так называют. Ну, или юзер, может быть, уже сейчас я точно не знаю. Бэдинг, окей. Вот. Кстати, прочитайте про блочную верстку, она очень полезна. Вот, и мы пришли в одну большую организацию, нам сказали, да, читайте семинар, да мы знаем, что такое блочная верстка, мы как бы следим за благосферой, мы ее пробуем, нам она очень нравится, и мы у них спросили, покажите, что у вас написано в ходе. И там написано, что блок, у которого есть доступ слева, он называется 20 пикселей, М-20. На мой вопрос, а какая принципиальная разница, ну, кроме размера букв, задать класс М-20, в котором написано, действие сесс-правилом Маш-Маш-20, и задать это с атрибутом style, в результате. Мне не смогли ответить. Вот. И, ну, и логичный вопрос, завтра мы надо поменять сетку, весел, что будет на нашем сайте 15 пикселей. Что? Греб, конечно, хорошая команда, еще сетку, по-моему, и есть, но я бы не советовал. Спасибо.